На этой неделе главные герои разоблачений практически в полном составе собрались в Астане, где проходил саммит ОБСЕ. Лидеры выступали по очереди и не больше пяти минут, но достаточно жестко и прямолинейно. Российский президент, например, говорил о непринятом до сих пор договоре о европейской безопасности и призывал срочно модернизировать ОБСЕ. Грузинский лидер вспомнил о проблеме 080808, но несмотря на личную поддержку госсекретаря США, подвижек в территориальном вопросе не произошло и не только для Грузии. Наш корреспондент Ирина Мухаммадеева была среди полутора тысяч журналистов, приглашенных на саммит. Она уверяет, за кулисами большой политики было не менее интересно. В гостиницах президентов приветствовали со всеми почестями. Девушки в национальных одеждах каждому преподносили цветы и провожали в номера люкс. В этом отеле остановились 10 президентов и генсек ООН. Вот его номер – полторы тысячи долларов в сутки. Как нам рассказали менеджеры отеля, Пангимун оказался самым неприхотливым. Единственное, он не любит спать в шелках и попросил постельное белье из хлопка. А еще ему не понравился бешбармак. Виктор Янукович, напротив, предпочитал только восточные завтраки. Самая необычная просьба была у Михаила Саакашвили. Он потребовал себе в номер большой грузинский флаг. Между собой президенты в отеле не пересекались. А вот в поле Дворца Независимости трудно было избежать встречи. Но лидеры России и Грузии все же и взглядом не встретились. Ту же картину журналисты наблюдали и во время официальной части. Как только Медведи взял слово, Саакашвили демонстративно покинул зал. Ну а когда свою пылкую речь произносил грузинский президент, российский лидер встречался тет-а-тет с нашултаном Назарбаевым. Диалог пока что не получается между Россией и Грузией. Но я все-таки надеюсь, что рано или поздно это состоится. Конкретных решений пресса ждала два дня. Около полутора тысяч журналистов было аккредитовано на саммит. Пишущие и снимающие братью привозили во дворец искусств, где располагался пресс-центр, к шести утра. В то время как сессии и брифинги начинались только в десять. Кто-то сладко досыпал, кто-то чатился в интернете или смотрел какой-нибудь фильм. Большинство же предпочитали коротать время за чашкой чая. Чтобы накормить всех гостей, армия поваров и помощников трудилась практически круглосуточно. Этот банкет очень, конечно, сложный и очень тяжелый. Потому что есть и вегетарианцы, люди, которые не едят одно или другое. Учитывали все вкусы людей. Власти Астаны старались всем угодить и решили подарить иностранным журналистам ноутбуки. Но не тут-то было. Я сказал, что я хочу отдать этот ноутбук, потому что я не коррумпированный журналист. Мне ответили, что это подарок не от действующих представителей, а от города Астаны. Ну и что? Такие подарки я не могу принимать. Подарки не принимали, а вот серебряные украшения в национальном стиле покупали охотно. А еще теплые шапки из войлока. Это вроде как сувенир, но многие надев уже не снимали. В Астану 1 декабря пришла настоящая зима с морозами и метелью. На улицы вышла вся снегоуборочная техника. Было опасение, что президенту не смогут улететь вовремя. Но, несмотря на прогнозы синоптиков, утро второго дня саммита было морозным, но все же ясным. Холодно. Климат, соответственно, не привыкли. Холодновато, но хорошая организация, очень старались. Действительно, вот эти все автобусы, все работает и в домах тепло. В пресс-центре не только высокоскоростной интернет и бесплатная междугородняя связь, но даже молитвенные комнаты были. Христианство, буддизм, ислам. Казахстан, как принимающая сторона, тем самым еще раз подчеркнул. В стране полное межнациональное и межрелигиозное согласие. Вообще, казахстанское председательство ВБСЕ политологами и экспертами оценивается по-разному. Одни уже презентуют книги и поют дефирамбы. Казахстан стал в ряду, на мой взгляд, политических тяжеловесов. Это первое в истории Центрально-Азиатское государство, которое получило право на председательство ВБСЕ и проведение этого саммита. Другие, не умаляя всех достоинств, уже призывают трезво смотреть на вещи. Видите только пословицу, что в стране безглазых, одноглазый король. Получается, да, то, что на фоне других довольно пассивных, молчаливых председателей ВБСЕ, казахстанское председательство оказалось более активным. И в какой-то степени даже, может быть, расшевелило вот это сонное царство. Объявляю Астанинский саммит ВБСЕ закрытым. Саммит завершил свою работу далеко за полночь сорванными голосами спикеров и Астанинской декларацией. Итоговый документ приняли. После 10 часов бурных дебатов все же удалось прийти к консенсусу. Однако, как признались сами участники, это далеко не то решение, которого ждали. Главного, плана конкретных действий по замороженным конфликтам, а это касается Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы, так и не удалось согласовать. Но для семьи у Мурузаховых это уже не важно. Глава семейства, видимо, так проникся действом, что даже своего новорожденного внука назвал Саммитханом. Ирина Мухаммадеева, Арман Байдоулета, Сахиджан Конышбаев, Фёдор Фролов. Вместе из Казахстана.